К другим темам. Доступное зрение всем нуждающимся акции с таким названием проходит в Твери. В рамках проекта определенные категории граждан могут пройти обследование и получить бесплатно очки, сделанные по индивидуальным параметрам. 15 декабря их получили жители Заволжья. Подробности в следующем материале. Ветераны, люди с ограниченными возможностями, малоимущие, члены семей мобилизованных граждан и некоторые другие категории жителей региона могут абсолютно бесплатно получить новые современные очки в рамках акции «Доступное зрение». Особенно такая мера поддержки важна для людей старшего возраста, рассказывает председатель Совета ветеранов Заволжья Николай Никодимов. Это очень хорошая акция. В пожилом возрасте зрение быстро теряется. Тем более эта акция будет проходить не один год, а несколько лет. Очки сейчас готовы. А это очень хорошая помощь для наших инвалидов, пенсионеров. Большое спасибо. Акция «Доступное зрение» была организована по инициативе депутата Госдумы Владимира Васильева и партии «Единая Россия». Городские парламентарии также поддержали этот проект. Они проходят обследование в нашей областной клинической больнице. Им подбираются очки, выписывается рецепт, потом мы заказываем эти очки. Этой инициативой заинтересовался губернатор Тверской области. Будут выделяются средства в отраслевом министерстве и закупаться очки. Пока же очки закупались на привлеченные частные средства. С августа по декабрь этого года более 500 жителей Верхневолжья получили новые аксессуары. У нас более 700 человек были в так называемой очереди на получение очков. Это люди, у которых, к сожалению, доходы не позволяют покупать качественные очки. И они находятся практически во всех муниципальных образованиях Тверской области. По плану обеспечить необходимым аксессуаром остальных претендентов до 23 декабря. Во-первых, у людей появилась возможность пройти обследование. Очень качественное на базе наших лечебных учреждений. А второй момент – это то, что им дали очки. Надо сказать, что очень качественное, хорошо сделанное заводского изготовления. Вначале необходимо обработать заявки, составить списки. Затем организованными группами граждане идут на обследование. По итогам которого составится рецепт и будут изготовлены, а затем выданы очки.